МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар 24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шейнусова. Сегодня выпуски. Не по годам находчивый в Алматы 18-летний юноша сдавал в аренду несуществующие квартиры. Сбил ребенка и скрылся. В октябре поймали недобросовестного водителя. Полицейские Туркестанской области изъяли 10 килограммов наркотиков. 17 миллионов тенге за услугу. Жительница Козлорды пострадала от действий мошенницы. В Алматы задержан мошенник, который сдавал в аренду несуществующие квартиры. Им оказался 18-летний юноша из Ак-Тубе. Предприимчивый молодой человек успел обмануть несколько человек. Схему аферист использовал незамысловатую. Размещал на сайте объявления о сдаче в аренду квартиры с дорогим ремонтом. При этом указывал цену ниже рыночной. Разумеется, желающих снять хорошее жилье по доступной цене было немало. Но прежде юноша требовался потенциальных клиентов перевести ему на карту задаток. Стоит ли говорить, что ни денег, ни квартиры, ни арендодателя люди больше не видели. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъято 45 сим-карт сотовых операторов, которые он использовал при совершении преступлений. Как не стать жертвой мошенников при аренде жилья? Никогда не перечисляйте деньги на банковские карточки и на мобильные номера до просмотра жилья. Насторожьтесь, если цену квартиры или дома оценили значительно ниже, чем другие аналогичные предложения в этом районе. Просматривая объявления, обращайте внимание на дату их создания и на дату регистрации учетной записи. Мошенники постоянно создают новые объявления с новыми телефонами, так как администраторы блокируют предыдущие и добавляют в черный список. В Ак-Тубе найден водитель, который сбил ребенка и скрылся. ДТП произошло на одном из городских проспектов. Под колесами авто оказался 13-летний подросток. Мужчина за рулем внедорожника вместо того, чтобы оказать ему помощь, предпочел покинуть место происшествия. Поиски недобросовестного водителя затруднялись в связи с тем, что его машина была в грязи, и установить ее номер не предоставлялось возможным. Однако позже полицейским все же удалось выйти на след нарушителя. Наезд на мальчика совершил 31-летний мужчина. Ему грозит административная ответственность в виде штрафов. Очередные хранители марихуаны задержаны в Туркестанской области. В доме жителя Сарагашского района полицейские обнаружили несколько пакетов травы. Как признался мужчина, наркотики он приобрел у знакомого в Келесском районе. В ходе дальнейшего обыска в доме его приятеля стражи порядка изъяли еще 5 полиэтиленовых пакетов и мешок с содержимым, похожим на наркотическое средство. В вещдоке направили на экспертизу, которая показала, что это марихуана, общим весом около 10 килограмм. Все обстоятельства произошедшего выясняются. 17 миллионов тенге выманила аферистка у жительницы Козлорды. В такую сумму она оценила свои посреднические услуги в покупке жилья по выгодной цене в Алматы и в Козлорде. 48-летняя мошенница присвоила деньги обманным путем в 2020 году, пообещав своей знакомой приобрести квартиры по более низкой цене. Доверчивая женщина посчитала предложение заманчивым и с радостью откликнулась. Правда, просчиталась, преступницей и след простыл. Дежурная часть управления полиции города Козлорда обратился в житель города. По словам заявителя, с июня по август месяц текущего года неизвестная гражданка под предлогом, что поможет получить квартиру в городах Алматы и Козлорда присвоила денежные средства в размере 17 миллионов тенге и по сей день не выполнила обещанное. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции в качестве подозреваемой установлена и задержана 48-летняя жительница области. Подозреваемая в настоящее время водворена в изоляцию временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мошенничество. Скупой теряет все, желая все достать. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться сэкономить копейку. Главное делать это не в обход закона и в рамках разумного. Не стоит забывать о том, что случается с легковерной мышкой, пожелавшей отведать сыра в мышеловке. На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин